Продолжение следует... Мы ждем и должна отметить, что за минувший месяц, ровно столько мы с вами не виделись, вопросов поступило достаточное количество и чтобы не медлить, я предлагаю перейти уже к ответам на поступившие вопросы. И один из них на такую самую, пожалуй, актуальную тему. В Ниньском округе объявлен конкурс грантов для предпринимателей. Каким проектом будут отдавать приоритеты? Об этом мы поговорим с гостем студии. Я приглашаю председателя комитета инвестиций и развития предпринимательства Ирину Тихомирову. Ирина Викторовна, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. Что ж, есть ли вопрос от телезрителей? Каким проектом будет отдан приоритет? Ну, я думаю, что начать нужно в целом, да, наверное, с конкурса грантов для предпринимателей. Какие-то новшества, может быть, есть в этом году? Значит, в этом году конкурс грантов объявлен, в принципе, по тем же правилам, как и в прошлом году. Приоритетные направления все остались теми же направлениями, которые считались приоритетными в 2015 году. То есть, чтобы их не перечислять, проще сказать, что это все, в принципе, направления, кроме торговли. То есть, конечно, мы в основном стараемся помочь тем проектам, которые касаются перерабатывающих производства, сельскохозяйственных производств, сферы услуги, сферы туризма. То есть, в принципе, приоритетные направления по сравнению с прошлым годом не поменялись. А что же тогда поменялось? Одно из главных ношеств и изменений, которые у нас заработали в этом году, это право участия в конкурсе грантов физических лиц. В этом случае соискатель, предоставляя свой проект, и если этот проект получает одобрение к финансированию, в течение 30 дней данное физическое лицо должно зарегистрироваться в качестве субъекта малосреднего предпринимательства. И только после этого он сможет получить данный грант. Считаем, что данное новшество немножко активизирует, в общем-то, создание субъектов малосреднего предпринимательства, потому что ни для кого не секрет, да, когда предприниматель регистрирует, так сказать, свою форму собственности, он уже немножко, но он уже обязан перед государством. То есть он должен платить страховые пенсионные взносы. А здесь данное направление. Мы специально для тех людей, которые немножко боятся начинать свое дело, но, конечно же, получив такой стартап в размере 500 тысяч, все-таки активность будет повыше, мы считаем. Вот мы сказали про приоритетные проекты, и есть ли приоритетные группы граждан, которые будут в этом году претендовать на получение гранта? Приоритетные группы граждан, это касается юридических лиц, то есть общество с ограниченной ответственностью. Здесь дополнительные, так сказать, преференции, да, получают приоритетные группы. Это молодые люди до 30 лет, это состоявшиеся безработные, это молодые мамочки, это работники, которые находятся под угрозой массового увольнения, это отслужившие в армии. То есть для данных получателей размер гранта может составлять до миллиона рублей. То есть если вот несколько человек заявляют, то они могут получать до миллиона рублей. Именно с этой приоритетной группой тогда размер гранта может составлять миллион рублей. Ну и что же нужно соискателю предоставить в комитет либо в фонд поддержки предпринимательства? Для начала мы все-таки рекомендуем обратиться в фонд поддержки предпринимательства, потому что они оказывают необходимую методическую коллекционную помощь. Рекомендуем заранее бизнес-план начинать отрабатывать именно с фондом, потому что есть определенные правила составления бизнес-планов, есть определенный расчет показателей бюджетной эффективности, эффективности самого проекта. То есть чтобы заявка была качественно подготовлена, мы рекомендуем обратиться сначала в фонд, а непосредственно после этого заявка подается в департамент финансовой экономики. Но нужно отметить, что соискателю нужно иметь на счету тоже определенную сумму денег, да, для того, чтобы реализовать? Да, размер необходимой суммы, которая должна быть на счету, не менее 15% от суммы гранта. То есть если предприниматель заявляется на 500 тысяч, значит 45 тысяч у него должно быть на счету денег, собственно. Ну, в принципе, сумма не такая огромная. Ирина Викторовна, в чем нуждается Немецкий округ? В каких проектах, вот если так вот сказать, может быть, навскидку? Потому что ведь и фондом разработано несколько бизнес-планов, да, которые же, кстати, надо отметить и к реализации, к исполнению уже приняты. В чем еще нуждается Немецкий округ? В каких проектах? В первую очередь, конечно же, это сельскохозяйственное производство. Ни для кого не секрет, да, что мы даже по животноводству не обеспечиваем полностью спрос населения округа. То есть все, что касается сельского хозяйства, будь это птицеводство, будь это животноводство, молочное животноводство. То есть все эти проекты, они в первую очередь будут получать, конечно, нашу поддержку. Ну и еще давайте напомним, куда, по какому адресу можно обращаться соискателям, чтобы они уже наверняка с своими проектами шли по нужному адресу. Фонд и комитет находятся по адресу поселок Факел, переулок Арктический, дом 3, кабинет 306. Телефон фонда поддержки предпринимательства 2-14-42. Телефон комитета 2-13-56. Мы всегда открыты к диалогу, готовы оказать помощь. И еще раз хотела бы сказать, что мне откладывали предприниматели на последний день, как показывает практика подачи заявок. А, кстати, сколько грантов будет выдано в этот раз? На какую сумму? Всего в бюджете у нас запланировано 9 миллионов. Но, скорее всего, порядка 5 миллионов будет разыграно сейчас и осенью оставшаяся сумма. Спасибо вам огромное за развернутый ответ. Всего доброго. Мы продолжаем. Это программа «Алло Студия» прямой эфир. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы по номеру студии 2-11-45, либо задавайте вопросы в социальной сети на страничке телеканала «Север» ВКонтакте, либо на сайте телеканала «Север» в разделе «Алло Студия». И мы уже непосредственно в режиме онлайн будем отрабатывать все поступившие вопросы. Но сейчас хочу перейти к тем вопросам, которые заранее направили вы, уважаемые телезрители, в адрес нашей программы. Один из них касается бесплатной подписки на газеты «Неарена Вендер» и «Выбор НАУ». Вопрос звучит так. Кто относится к льготным категориям граждан, потому что объявлена льготная подписка на данные издания? И мы сейчас будем получать ответ на данный вопрос. Напоминаю, 2-11-45, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте любые вопросы, будь то текущая крыша, падающий снег, все что угодно. Алло. Алло, здравствуйте. Ольгу Владимировну можно услышать? Секунду. Ждем. Алло. Алло, Ольга Владимировна? Да. Здравствуйте. Вас беспокоит программа «Алло Студия». Меня зовут Мария Владимирова, это прямой эфир. К нам поступил вопрос. В регионе объявлена льготная подписка на газеты «Неарена Вендер» и «Выбор НАУ». Кто относится к льготным категориям граждан, интересуются наши телезрители? Расскажите, пожалуйста. В отделение социальной защиты обращаются ветераны труда и ветераны труда Неницкого автономного округа, проживающие как в городе, в поселке Искатели и на населенных пунктах. По возрасту, значит, работающие, неработающие, это не важно. Женщина старше 55 и мужчина старше 60 лет. Документы можно подать, это у нас заявление и копию удостоверения ветеран труда. Ветеран труда копию могут они не прикладывать. Подать либо лично, либо представитель по доверенности, по почте можно отправить или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. А вот нет таких категорий граждан, кому не нужно заявлять о себе на бесплатную подписку, либо все равно заявительный характер носит эта льгота? А это относится к жителям всего округа, в том числе и горожан, либо только жителям муниципалитетов? Это относится ко всем гражданам округа, кто, кто у нас зарегистрирован. И до какого периода принимаются заявления? Прием заявлений у нас, значит, с 1 апреля и продлится до 1 мая. То есть достаточно времени, чтобы обратиться. Спасибо вам огромное за разъяснение, Ольга Владимировна. Спасибо. Напомню, что пояснение по данному вопросу давал нам директор социальной защиты населения Егорова Ольга Владимировна. Что ж, друзья, телефон прямого эфира 2-11-45. Я жду ваших звонков. Звоните и спрашивайте, потому что, быть может, именно сейчас у вас возник какой-то вопрос, на который в рамках программы мы сможем дать ответ. Напоминаю, что времени на самом деле не так уж много. Всего-навсего 30 минут. И, как показывает практика, чтобы дозвониться еще куда-то, найти тот ответ, требуется время. Так что не тяните, звоните и спрашивайте. Должна отметить, что круг вопросов, которые вы озвучиваете для нашей программы, достаточно разнообразен. Спрашивайте буквально обо всем. Ну а мы уже, в свою очередь, ищем ответы на поступившие вопросы. И дабы перейти к следующей теме, я озвучу вопрос, который тоже поступил к нам в программу. Слышали, что пройдет пробный ЕГЭ по математике для родителей. Мы, жители села, хотим узнать, смогут ли сдать пробный ЕГЭ сельчане, и что для этого нужно сделать. Сейчас мы свяжемся с компетентным лицом и узнаем, смогут ли жители села испытать себя в пробном ЕГЭ по математике для родителей. И вообще, для чего нужен этот пробный ЕГЭ по математике для родителей. Все, прямо сейчас и узнаем. Нам ответ будет давать руководитель регионального центра оценки качества образования Людмила Пощенина. Мы дозваниваемся и ждем. Это такое ноу-хау для нашего региона, другие субъекты уже используют такую практику, но вот мы тоже решили попробовать, чтобы родители на себе, вероятно, испытали, что же такое ИГ. На самом ли деле это огромный стресс и на самом ли деле те задания, которые даются для наших выпускников, сложные. Так, пока мы не можем дозвониться, давайте перейдем к другому вопросу. Вопрос актуальный и ответ мы на него пытались найти очень долго и надеемся сейчас получить. Когда в этом году будет закрыт зимник? В разные годы сроки были разные, в этом году зима была теплая. Что же нам обещают специалисты? Будем дозваниваться и узнавать. Действительно вопрос очень интересный, животрепещущий, актуальный. И что же нам ответят на этот счет? Будем узнавать. Сейчас мы дозваниваемся. У нас идут гудки. Мы ждем ответа. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Мария Владимирова, телеканал «Север». Это прямой эфир программы «Алло Студия». К нам поступил вопрос, касаемый сроков закрытия зимника. Скажите, пожалуйста, с кем бы мы могли переговорить по этому поводу? Сейчас, минуточку передам трубочку. Алло. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит программа «Алло Студия». Прямой эфир. Меня зовут Мария Владимирова. Вопрос поступил от телезрителей. Когда в этом году будет закрыт зимник? Что бы вы могли пояснить на сей счет? Понятно, что пока морозная погода стоит, все на руку. Здравствуйте. По регламенту у нас до 18-го числа. Апреля? Да, 18-го апреля, да. При благоприятных условиях, то есть при морозной погоде. Ну, рассчитанно хотя бы до 25-го. А в каком состоянии сейчас зимник находится? После вот той оттепели, которая была? Ну, сейчас пока в отличном состоянии, потому что днем закрывали. И вот людям спасибо, что они все-таки не выезжали днем на зимник. И что, в счет этого, сохранили его. То есть сейчас он работает в круглосуточном режиме для всех видов техники? Да, пока морозная погода, он работает для всех. Ну и чтобы понимание было, зимник закрывается в соответствии с постановлением губернатора. Все правильно? Да, да, да. То есть будем ждать тогда постановления. Спасибо вам огромное и удачной работы, удачного завершения этого зимнего непростого сезона. Спасибо, до свидания. Что ж, все, кто планирует выезжать на зимник, то имейте в виду, до 18-го апреля он открыт 100%. Ну, а дальше уже все будет зависеть от обстоятельств. Обстоятельства у нас на крайнем севере одни, это погода. А она, как мы видим, непредсказуемая. То у нас дожди, то у нас мокрый снег, то у нас вдруг резко обратно морозы вернулись. Так что будьте внимательны и с пониманием относитесь к требованиям дорожников, которые касаются передвижения по зимней автодороге. Еще раз напоминаю, что это не трасса, которую можно использовать в любую погоду, это зимняя временная автодорога, которая требует определенных погодных условий, и когда-то ее надо подготовить, когда-то подлатать. Что ж, еще один вопрос. Напоминаю, что вопросов было достаточное количество за месяц, озвучивая его. 21 мая пройдет акция по высадке деревьев. Где их будут высаживать, какие деревья будут высаживать и не пройдет ли акция зря? Ведь часто бывает такое, что высадив деревья возле домов, автовладельцы потом просто-напросто их уничтожают, паркуя свои машины во дворах домов. Давайте будем искать ответ на этот вопрос. Узнаем, что за акция и не пройдет ли она зря. Сейчас мы дозваниваемся. Ну и вы тоже готовьте свои вопросы по телефону прямого эфира 2-11-45. Алло, здравствуйте. Это Алексей Викторович. Вас беспокоит программа «Алло Студия» прямой эфир. Меня зовут Мария Владимирова. Алексей Викторович, поступил к нам такой вопрос. 21 мая пройдет акция по высадке деревьев. Где их будут высаживать, какие деревья будут высаживать и не пройдет ли эта акция зря? Вы бы нам могли пояснить вообще, что это за акция такая? Ну конечно, вопрос замечательный. Я бы сказал, что эта акция проходит, называется она «Всероссийский день посадки леса». Она проходит в Россию уже с 2011 года. Поэтому есть желание, чтобы Нескокур тоже принял участие в этой акции. А суть мероприятия в том, что не только посадка леса предполагается заниматься киндорганизациям, для того, чтобы все граждане вышли к своим придомовым участкам на квартиры и домов, чтобы убирать территорию. Ну а лесничество будет заниматься посадка леса. В том числе для этих вопросов у нас сейчас в Департаменте природных ресурсов и экологии создана рабочая группа, куда вошли представители города Наринмара, поселка Искателей, там, где принято решение, чтобы это центральное мероприятие проходило именно там, в этих населенных пунктах. То есть мы предполагаем, что 15 числа у нас будет первое заседание рабочей группы. И мы, возможно, город и Искатели уже сообщат, в каких местах они предполагают провести именно посадку саженцев. А потом уже будет более-менее известно, что конкретно. А есть какой-то список тех самых саженцев, которые будут высажены в муниципальных образованиях, которые изъявили желание принять участие в акции? Потому что, знаете, многие говорят, что вот ива это плохо, не надо ее высаживать. А какие тогда деревья надо высаживать? Ну, я конкретно вам не скажу сейчас, потому что действительно, все равно необходимо определиться с местами, если будет параллельно принято решение, какие саженцы у нас очень возможно сейчас использовать, какие наличия будут иметься в организации. А конкретно по местам, сами понимаете, что если вдоль дороги, либо где-то под окнами, это все совершенно разные требования. Поэтому конкретно ничего сказать я не могу. Хорошо. А вот, может быть, даже ваша чисто гражданская позиция по одному из вопросов, который был нам прислан телезрителями, не пройдет ли акция зря? Потому что автомобилисты зачастую, паркуя своих железных коней возле домов, просто-напросто уничтожают те самые саженцы. Вот не пройдет ли все это зря? Ну, мы же понимаем, мы сами, что если мы решим рядом с твоими домами навести косоту, порядок, так за ними надо следить. В любом случае, посадка деревьев, она может осуществляться там, где городская администрация, искатели, либо населенные пункты разрешают. Но я думаю, что у своих домов-то жители сами знают, где они находятся, места, где можно посадить деревья. И, естественно, за этим надо будет следить. Потому что какие автомобилисты нарушают эти места, затаптывают, мы с вами сами, по сути. А какие-то наказания, кстати, предусмотрены за это? Или это так чисто вот формально? Высадили и высадили, уничтожают и уничтожают? Ну, я вам не скажу конкретно, потому что лично я отвечаю именно за ней сколесничество. На территории города, повторюсь, это вопрос компетенции администрации поселений во взаимодействии с органами власти соответствующими. Что ж, спасибо вам большое, Алексей Викторович, за озвученный ответ на вопрос. Желаю удачи в проведении этой акции. Вот, кстати, актуальный вопрос, а не зря ли будет эта акция? Не вырубят ли те самые деревни, не уничтожат ли их? Вот яркий пример. В дворе моего дома, например, прошлой осенью высадили несколько деревьев, сами же жильцы дома, для того, чтобы создать красоту и зелени добавить, красок. Но пришла осень, затем зима, и автомобилисты уверенно парковали свои машины там, где были эти саженцы. Если еще, когда не было снега, они были видны, их уже тогда начали просто-напросто сбивать. Ну, а теперь там и даже следа от этих саженцев не осталось. Поэтому все, что делали люди своими руками, в общем-то, все пропало зря. Поэтому дай бог, чтобы эта акция, которая пройдет 21 мая, и я вот хочу от себя добавить, что там смогут принять участие и общественные организации, и все желающие высадили деревья в тех местах и следили потом за ними, чтобы никто их не смог уничтожить. И, в общем-то, добросовестно относились к тому труду, к труду тех людей, чьими руками все это и было сделано, все это было затеяно. Потому что акция благая, начинание хорошее, ведь нашему городу, на мой счет, зеленых красок очень не хватает. И самое главное, чтобы эти были красивые деревья, чтобы они прижились и очень долго радовали наш глаз. 2.11.45, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте ваши вопросы. Кроме того, вы можете задавать ваши вопросы на сайте mtrksever.ru либо на страничке в социальной сети ВКонтакте, на страничке телеканала Север. Мы всегда с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Еще один вопрос, который к нам поступил, я хочу озвучить сама ответ на него. Очень много у нас спрашивают жителей села, можно ли приобретать билеты на самолеты по местным воздушным линиям через терминалы, которые будут установлены в населенных пунктах. Так вот, радостная новость. Еще в пяти муниципальных образованиях Ненецкого округа жители смогут купить авиабилеты по банковской карте. Приобрести билеты на рейсы внутри региона с помощью банковских карт вскоре смогут жители Индиги, Харуты, Каратайки, Омы и Коткина. В апреле-май этого года Наринмарский объединенный авиаотряд и Ненецкое отделение Сбербанка России планируют установку пяти терминалов в крупных сельских поселениях региона в рамках развития проекта «Безналичный округ». Напомню, что этот проект действует в округе с 2015 года. Переход Ненецкого округа на безналичный расчет по авиаперевозкам – еще один шаг в развитии проекта. Первый платежный терминал Наринмарского объединенного авиаотряда в рамках «Безналичного округа» был установлен в Нижней Пёше в марте, то есть совсем недавно. И вот очень было бы здорово услышать жителей Нижней Пёше, которые сказали, насколько это удобно и быстро, и оперативно. И теперь жители муниципалитета могут приобрести билеты на рейсы внутри региона по своим банковским картам. Вот все очень хорошо и просто. Первые очередные задачи проекта сегодня – это расширение спектра безналичных платежей в первую очередь по наиболее востребованным для жителей Ненецкого округа категориям. Вот, например, информация, которая еще касается жителей сельских населенных пунктов. Так, онлайн-коммунальные услуги могут оплатить все жители окружных сел, клиенты Север-жилкомсервиса. Безналично за услуги и связи платит и пользователь компании НКС. А вот к лету 2016 года планируется установить еще 9 терминалов по потребительским обществам на территории округа. В итоге количество торговых терминалов на селе увеличится до 65%. Вот если отметить по потребительским обществам, в программе «Законодатель» здесь, в этой студии, депутат окружного собрания Наталья Кордакова как раз-таки рассказывала про эти 9 терминалов и про то, как они действуют в сельских населенных пунктах, в магазинах. То это очень удобная мера расчета. Так что я думаю, все то, что делается в рамках проекта «Безналичный округ», оно только на благо. Давайте вернемся к вопросу по пробному ЕГЭ для родителей по математике. И хочется все-таки узнать, чтобы жители сел, которые задают этот вопрос, услышали ответ и решили для себя, смогут ли они принять участие в данном мероприятии. Потому что ЕГЭ стартует, в общем-то, очень скоро. Как вот мы сегодня отметили, время летит быстро и очень быстро. До мая остается совсем немного, когда стартуют у нас экзамены для выпускников школ. Поэтому каждый переживает за своего ребенка, каждый хочет быть подготовлен на 100% к этому ответственному мероприятию. Ну а мы сейчас попытаемся помочь. Так, к сожалению, мы пока не можем дозвониться. Давайте попробуем найти другой контакт, по которому мы можем связаться со специалистом, который мог бы нам прокомментировать данную ситуацию. Что ж, вопросы у нас поступившие в течение месяца, я уже повторюсь, были разнообразные. И вот сегодня мы попытались дать ответы на некоторые из них, и будем еще пытаться дозваниваться до специалистов. Я предлагаю сейчас еще позвонить в детский садик «Семицветик», потому что достаточно много обращений как раз-таки в социальной сети ВКонтакте было от родителей, посещающих этот детский садик. Касается он отсутствия бассейна. То есть детский сад запущен с бассейна, и многие родители, отдавая своих детей в это образовательное учреждение, были уверены в том, что они смогут и получать такие оздоровительные процедуры, как плавание, да и вид спорта. Это очень замечательный, общеукрепляющий и развивающий. Но вот, к сожалению, столкнулись с тем, что бассейн там не работает. Предположения высказывают самые различные, я не буду их сейчас озвучивать. Просто-напросто хочется узнать от специалистов, от руководства детского сада, почему же там не функционирует бассейн, на который так сильно рассчитывали родители, отдающие своих детей в это образовательное учреждение. Потому что на самом деле очень удобно, когда ребенок ходит в детский сад и занимается там в бассейне, то нет нужды возить его, например, в бассейн в Норт на тренировке, но если, конечно, это не профессиональные занятия спортом, таким как плавание, а чисто для укрепления организма наших детей. Все мы прекрасно знаем, что на севере нам не хватает не только солнышка, но и воды, а вода – это жизнь, и дети в воде развиваются лучше всего. Мы дозваниваемся до детского садика, чтобы получить ответ. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Будем ждать. Главное, чтобы не автоотвечь. Алло. Алло, здравствуйте. Это детский сад «Семицветик». Да, здравствуйте. Вас беспокоит с прямого эфира программа «Алло-студия», телеканал «Север». Меня зовут Мария Владимирова. Скажите, пожалуйста, у кого бы я могла узнать ответ на вопрос, поступивший от родителей? Почему в детском садике не работает бассейн? Ну, вы сейчас разговариваете с руководителем, с заведующим. Очень приятно. И работает бассейн по техническим причинам. А вот смотрите, там вот высказывают просто в социальной сети, на нашей страничке очень много предположений. То там проблема какая-то со стоками, то еще что-то. Вот вы можете озвучить, в чем проблема, чтобы все недомолвки и разногласия убрать? Проблема в том, что у нас в бассейне по непонятным причинам температура воды и воздуха ниже, чем требуется по СанПинам. Во-первых. Во-вторых, после длительного отсутствия в рабочем состоянии бассейна, там пришло в негодность некоторое оборудование, сейчас мы его заказываем и приводим систему в порядок. Ну, дальше будем смотреть снова. Ну, а вообще занятия там проводились когда-то или он так и не функционирует? Нет, проводились. Каждым годом у нас все реже-реже проводились занятия, потому что холоднее и холоднее становилась вода и температура воздуха. В основном вода. Ну, а когда вот планируете ориентировочно решить эту проблему? В этом году либо уйдет на год следующий? Ну, мы уже решаем и так и в течение двух лет. Сейчас уже занимаемся вместе с департаментом образования этими вопросами. И очень надеемся, что к следующему году, ну, пусть не в сентябре, но в ноябре, возможно, будет работать, если нам все получится наладить. Ну, и заниматься там смогут все детки, да, либо по состоянию здоровья? По среднему возрасту и по состоянию здоровья. Ну, вот еще такой вопрос, уже больше как профессиональный, да, говорят, что занятия в бассейне, наверное, хорошо укрепляют организм, здоровье ребеночка. Это на самом деле так? Ну, конечно, бассейн укрепляет и физическое здоровье, и является хорошим закаливающим мероприятием. Угу. Что ж, спасибо вам огромное за комментарии. Я думаю, больше у наших телезрителей не останется вопросов и домыслов по данной тематике. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Вот, кстати говоря, пользователи социальной сети ВКонтакте, особенно посетители нашей странички, достаточно активны и вопросов задают очень много. Вопросы, кстати говоря, разные, разные, разные. И порой приходится выбирать самые актуальные и злободневные, потому что очень много поступает частных вопросов, таких как «не убирают снег, это зимой», «сейчас это падающий снег». Вот сегодня наш телеоператор, кстати говоря, заснял такую... Не заснял, он увидел эту картину, как на семейную пару упала с крыши снег. Вот мы пригласили их сюда к нам в студию, чтобы они рассказали об этом ЧП, высказали свою позицию, но вот пока они еще не подошли. Так что будем ждать. На самом деле чистка крыш – это уже тема ни одного наших репортажей, которые мы показывали на нашем телеканале. Тем не менее, проблема почему-то до конца не решается, и я не знаю, почему снег не убирают именно в той части домов, которая выходит на фасады, там, где обычно ходят люди. Очень, конечно, печально, и я думаю, что мы сейчас не будем выяснять эту проблему. Хочется сначала услышать мнение тех людей, которые сегодня непосредственно стали пострадавшими в этой неприятной весенней истории. Кроме того, у нас очень много вопросов касается луж в городе, и я должна отметить, что в прошлую весну мы постоянно обзванивали все коммунальные службы, которые нам рассказывали о проблеме той, что у нас не работают коллекторы, и вообще где-то они отсутствуют. Поэтому я думаю, что ничего у нас не изменилось в данной ситуации. Почему у нас лужи на дорогах, всем понятно, и просто уже повторно говорить об одном и том же – это будет не совсем красиво. Да, лужи есть на дорогах, ну, давайте наберемся терпения. Весна у нас пройдет, и сейчас данные морозы помогут в борьбе с лужами. Ну, а потом будем уже наслаждаться прекрасной весенней погодой, которая избавит нас от тех самых луж, которые есть на дорогах. Еще у нас очень много поступает вопросов касаемых бездомных собак, да и тех собак, которые, в общем-то, имеют хозяев. Но эти самые хозяева ненадлежащим образом за ними следят. И вот очень много случаев, когда кусают людей. И я должна сказать вам следующее, что в четверг уже, в ближайшем, совсем скоро на нашем канале выйдет ток-шоу «Есть вопросы», замечательная программа, которая уже нашла своего зрителя. Как раз-таки она будет посвящена этой теме. Мы услышим мнение специалистов. В этой программе будет рассказано, когда и где появится площадка для выголоживотных, какие штрафы предусмотрены для тех, кто ненадлежащим образом содержит своих питомцев. Ну и, конечно же, будут герои, которые следят за своими питомцами, четвероногими друзьями, в частности, собаками, именно так, как это требуется. Требуется человечество, требует законодательство. Что ж, друзья, время программы пролетело очень быстро. К сожалению, мы не получили ответ на один вопрос. Но я должна вас уверить, что завтра в программе «Актуальное интервью» вы сможете все-все-все в деталях узнать про пробные ЕГЭ по математике для родителей. Я же желаю вам всего доброго. Будьте здоровы, берегите себя и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!